Всем привет! Сегодня я решила приготовить фрикадельки. И фрикаделек я буду готовить очень много. Часть я буду сегодня готовить, а часть я буду замораживать для следующего раза. И хочу поделиться таким методом, как я подготавливаю фрикадельки к замораживанию. Здесь у меня 2 кг говяжьего фарша. Отправляю 3 яйца. 1 большая луковица, мелко-мелко порубленная. И 2 средние морковки, натертые на меленькую терочку. 3 столовые ложки манки. Сейчас я добавляю 3 четвертых стакана молока, а потом я посмотрю, может быть добавлю еще. И специи. Здесь у меня 4 зубчика чесночка, натертые на меленькую терочку. 2 чайные ложки соли, 1,5 чайные ложки перца, чайная ложка молотого лаврового листа. И 2 чайные ложки приправы для мяса. Приправы можно брать любые, какие вам нравятся. И хорошо нужно это все перемешать. Решила добавить я еще полстакана молока. Вот такая вот консистенция должна получиться. Очень мягенькая, нежненькая. Теперь я этот фарш оставлю примерно на 10 минут. Мне понадобится ложечка и понадобится тарелка с водой. Я буду окунать ложечку в воду и руки тоже я буду смачивать в воде. Набираю размер и формирую вот таким вот образом фрикадельку. Вот она получается. Фарш очень-очень нежненький. Вот такие вот фрикадельки получаются. Теперь я отправляю в разогретую духовку на 450 градусов Фаренгейт или 230 градусов Цельсия на 10 минут. Они у меня получились. Они уже остыли. Теперь мне нужно все лишнее вот это вот убрать. Вот таким вот образом. Получается вот такая вот фрикаделька. Из этого количества продуктов у меня вышло примерно 85 фрикаделек. Фрикадельки выкладываю я в форму, которую буду замораживать. И отправляю в морозилочку. Вот такие вот они получаются. Коричневые, красивые, курочкой покрытые. Очень легко их замораживать. И очень легко они размораживаются. После разморозки они держат форму. После размораживания их нужно доготавливать. Они еще не готовые. Они еще полусырые. Теперь перекладываю в пакет. И отправляю в морозилочку. Остается только всем пожелать удачного труда. Удачной работы. А с вами была Ольга с Семейные вкусняшки. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok